Три падения, провала, ухода в небытие. Три раза жизнь теряла меня и три раза возвращалась. Первый раз был суетлив и от удивления ощущение запредельности больше вспоминал, как там было, и смаковал детали пребывания в той утропе, из которой вновь появился на свет. Второй раз был безмерно счастлив и радостен, без предыдущих осуществлял слова, которые, как мне казалось, рассказывали о моей радости и должны были подарить улыбку радости окружающим. Мне потом рассказали, что в составе того, что мне вкалывали, были какие-то наркотические вещества, и доктора к таким радостным возродившимся уже привыкли. Ну, с кем-то, как я узнал позже, возвращения не получалось. Третий раз был сложнее, кто-то начал существовать, но не я. И словно раскалывая скрыл в угры до предыдущего, налившего за годы воспитанности, появилось мое «я» и начинало жить с удивлением, оглядываясь вокруг. Вначале было слово. Я по опыту понимаю смысл этой поэтической фразы, да, корявой, но поэтичной и мудрой фразой вначале было слово. Почему я говорю про корявость? Потому что я вижу, что те, кто воспринимает её коряво, они и строят коряво свою корявую жизнь. А те, кто воспринимают поэзию этой фразы, проникают в глубину мудрости и радость их не измеряется толщиной листа, на котором написано слово, «Но глубиной образа, породившего этот знак». Видишь, как расшифровка знака удел поэзии. Ну, не, математика тоже классная штука, но она тоже со стороны знаков. Кстати, отступление, такое, от себя. Вот это вначале было слово, ведь в оригинале вначале был логос. Логос – это не просто слово, это понятие, это ощущение, это от чего-то отталкивается. Но слово в тот момент, когда это переводилось, оно имело и этот смысл. Вот это слово, которое называется «слово». То есть оно было гораздо богаче и поэтихнее, чем сегодняшнее наше ощущение. Ой, я вдруг испугался, ты забыл, улудишься в моих рассуждениях. Но я попробую сказать. Твоё сознание сформировано. Любое сознание сформируется словом. Приглядись, Иисус не создал религию. Религию сформировали те, кто дал тебе корявость его слова. Те, кто заслонил от тебя его поэзию. Уничтожая богов предыдущих религий, они превращают их имена в срам, в ругательство и формируют сознание кормильцев своих. Таким образом, чтобы кормильцы кормили их бесплатно. Веришь? 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 Кстати, я не обращал внимания, что это слово «веришь» из лексикона мошенников. Не веришь? Тебе становится стыдно, что ты не веришь. Ты веришь? Блин. Ангелы пролетают быстро. Поймать их слова легко, просто и радостно. Но удержать в сознании их смыслов становится все сложнее. Вот и я. Слова помню. А порядок, которым они должны складываться, смысл. Не запомню. Забыл. 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 Продолжение следует...